Итак, дорогие братья и сестры, сейчас у нас немножечко другая часть собрания нашего, когда мы уже песен слышать не будем, если нам в конце не предложат. Мы сейчас будем размышлять еще над Священным Писанием, потому что главное содержание наших собраний – это смотреть в страницы Библии и, соответственно, этого стараться, как в зеркале, видеть себя, думать о себе и что-то в сердце своем делать. Я проповедь свою хочу начать с того, что обратить внимание, чем мы отличаемся от Господа Бога. Ну, это вопрос такой слишком смелый и в то же время конкретный. Я только одну отличительную черту хочу отметить. Бог однажды пророку сказал Самуилу, «Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце». Вот очень важно. Иногда мы это упускаем и думаем, что смотреть на лицо, смотреть на внешность – это главное. И, соответственно, этого приводить себя изо всех сил в такое состояние, чтобы мое лицо, оно было выдающимся и самым лучшим на фоне окружающих меня людей. Так по-человечески. Иисус однажды сказал, «Симон, ты думаешь о том, что человеческое?» Так это апостол. А мы же тоже такие. Я читаю книгу Исаии и обратил внимание на историю жизни одного праведного человека. Это царь Езекия. И я обратил внимание на его молитву, которая записана у Исаии. Вот в Библии о языке написано в книге «Царств», там, где перечисляется история жизни царей, и книга «Паралипоминон», они вот перекликаются. Но в книге «Царств», четвертая книга «Царств», 20-я стиха, 20-й главы, здесь описано о том, что произошло однажды в жизни Езекии. То, что с ним произошло, оно очень похоже на нас, потому что мы такие же люди. Написано, что Езекия в жизни своей однажды заболел. Он заболел не в старости, он заболел на пике своей жизни. Ему было 39 лет. И он заболел. И он заболел такой болезнью, от которой ему сказали «Не выздоровеешь, умрешь». Мы читаем об этом. «И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу и говорил «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». 20 глава, 4 царств, с 3 по... Ну, 3 стих. «И заплакал Езекия сильно». Братья и сестры, я обратил внимание на три качества, которые было в жизни Езекии. Посмотрите, пожалуйста, вот его слова. Первое. «Ходил при лицом Твоим верно». Второе. «С преданным Тебе сердцем». «И делал угодное в очах Твоих». Вот Езекия, он по-человечески говорил, ему казалось, что Бог про него забыл, потому что Езекия был по жизни удивительный человек. Я сразу скажу, что у Езекии был отец, как у каждого из нас. отца его звали Ахаз. И в Библии о нем написано, что он был отвратительный человек, несмотря на то, что он был из народа иудейского. Почему он был плохим? Он плохим был человеком. потому что он на фоне вот всех этих современных таких языческих ценностей, увлечений, новшеств, он сам захотел жить, как язычники. Он от Бога отвратился. Он в доме Божьем, в храме Господнем, он жертвенник сдвинул, туда поставил капища всякие, на которых язычники жертвы приносили. И потом, в конце концов, он закрыл двери дома Господня. Вот такой он был человек. Он негодный человек был. А у него сын Езекия. А вот про Езекию описано совсем по-другому. Но вот как будто он не из этой семьи. О нем написано так. По смерти Ахаза, отца своего, 25 лет Езекия стал царем. И написано, смотрите, «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его». Вот в Библии авторы даже не написали, что отцом Езекии был Ахаз, потому что он по жизни своей был абсолютно другим человеком. И оказывается, он по жизни был похож на Давида. на того Давида, о котором Бог сказал, «Муж по сердцу моему, потому что он будет делать все, что я хочу». И вот Езекия, я обратил внимание на то, что по жизни о нем сказано, что он был человек, с которым что «он прилепился к Господу и не отступал от Него, и был Господь с ним везде. Вот так он Богу понравился, Езекия». Братья и сестры, но я не хотел бы просто сегодня говорить об истории какой-то судьбы, которая от нас на протяжении тысячелетий. А в Библии написано это для того, чтобы мы, читая, могли смотреть. А я? Вот про Езекию так написано. А про меня и про тебя как говорят? Есть такая известная телепрограмма «Пусть говорят». Пусть говорят. Нет, я не увлекаюсь этим. Ну, я знаю, что такая программа, но она такая интригующая. Пусть говорят. Это почему? А потому, что в обществе людей всегда говорят. Про меня говорят, про тебя говорят, но важно, что говорят. Что говорят. Вот. И вот я хочу отметить, что Езекия был человек праведный. Вот после того, когда он так помолился, я все время думал, что вот это вся его молитва была. И думаю, ну надо же, как Езекия коротко помолился. Это было после того, когда Исаия, пророк, к нему пришел и говорит ему, сделай завещание дому своему, ты не выздоровеешь, умрешь. И дальше написано, Езекия. Езекия взмолился Богу и заплакал. А вот у Исаии написана его молитва. Я вам советую ее почитать. Я сейчас не буду ее читать. Это 38 глава Исаии. Там Езекия сердце свое перед Богом изливает. Он говорит, как, Господи, в половине дней я умру. А что дальше? И он там, еще, может быть, не зная о том, какая судьба праведников у Бога ждет в небесах, он говорил, я там же не смогу тебя прославить, а я хочу здесь прославить тебя. Но он это говорил не для того, чтобы вот как-то Бога уговорить изменить свое решение и смерть ему отодвинуть. А он действительно был таким человеком. братья и сестры, вот мы иногда молимся Богу и пытаемся подыскать такие слова, ну, во-первых, Богу же надо говорить правду, так же, да, правду надо говорить, честным надо быть, а иначе эта молитва, она так и останется и повесит в том месте, где молящийся находится. Вот. А вот Езекия помолился так, что Бог на небесах молитву услышал. И только Исаия, сообщивший ему о смерти, повернулся и ушел, Бог Исаия говорит, Исаия, возвратись, возвратись к Езекии и скажи ему, в 39 лет ты не умрешь, ты будешь жить до 53 лет. 39 и 15 до 54 до 54 лет. Вот иногда, братья и сестры, как Бог может планы свои изменить. И Езекия выздоровел. Итак, я обратил внимание на то, что Езекия Богу сказал про себя. первое, он говорит, вспомни, как я ходил пред тобой. Вообще-то люди все перед Богом ходят, правда? То есть Бог всех видит, но люди ходят перед Богом по-разному. На жизнь одного человека Господь смотрит с одобрением, а на жизнь другого человека Бог может смотреть с сожалением. А вот Езекия говорит, я ходил пред тобою верно. То есть он был человеком верным. Кто такой верный человек? Ну, по-человечески есть люди верные. Вот живут люди, светские люди в миру, живут честной супружеской жизнью. Они верность соблюдают. А есть люди, живут но верности не хранят. Это люди неверные. Верный человек это тот, который взял на себя какие-то обязательства и от этих обязательств не отступает. Это человек верный. В Библии слово верный относится, во-первых, к верующему, а во-вторых, к человеку, который не отступает от взятых на себя обязательств. И Есекиа говорит, Господи, я ходил перед Тобою верно. Он ходил с верою ходил. Он ходил так, как ходил царь Давид, Божий человек. И вот он старался так делать. Вообще в Библии написано о людях, которые ходили пред Богом. Вот написано «И ходил Енох пред Богом». И чем это для него закончилось? В небо ушел. Бог прямо его с земли взял и перенес, переселил. Написано «Енох ходил пред Богом». Потом про Ноя написано «Ной ходил пред Богом». Потом о Давиде написано «Давид ходил пред Богом». И Езекия сказал «Господи, я ходил пред Тобою». Братья и сестры, ходить пред Богом это значит всегда знать о том, что очи Господа обозревают всю землю и поддерживают помните кого? Тех ну тех конечно тех чьего сердца предано ему. Вот братья и сестры вот Господь смотрит как я хожу и как ты ходишь но он смотрит не на то как я причесываюсь вот а он смотрит на сердце мое и на твое сердце смотрит и смотрит это сердце верное или неверное от чего Бог отталкивается он вот мы же верующие люди все я думаю что прежде всего он отталкивается или он смотрит на нашу верность относительно нашего крещения вот когда мы крещение принимали кто-то в этом году принимал крещение кто-то пять лет назад а кто-то тридцать лет назад и вот все то что мы в крещении ему обещали Господь на протяжении всей жизни смотрит о том как ты в вопросе верности поступаешь я ходил пред тобою верно правду сказал Езекия правду сказал потому что когда он взошел на царство когда он взошел на царство вот четвертая книга царств об этом мы вначале начали говорить вот смотрите что сделал и делал он угодное в очах Господних во всем как делал Давид отец его он отменил высоты разбил статуи это все что отец его настроил струбил дубраву истребил истребил медного змия помните откуда медный змей еще с пустыни и вот израильтяне его сберегли но они этого медного змия который говорил о божьей милости к израилю они его превратили в истукана назвали его нехуштан и приходили и кланялись ему и вот Езекия видя что даже доброе превратили в ужасное идолопоклонство он все это истребил на Господа Бога он уповал и такого как он не было между всеми царями иудейскими и после него и прежде него смотрите как Езекия вот что значит ходил верно он так Бога полюбил что он пошел наперекор всему наперекор всему и написано и прилепился он к Господу и не отступал от него был человек верный братья и сестры чтобы быть верным человеком знаете оно во сне не придет вот это сознание верности или умение верности оно во сне не придет чтобы быть человеком верным надо стараться надо стараться и вот иногда мы думаем нам стараться не надо Бог должен все в нас сделать но Бог сердце Езекии вдохновил на это вот он видел его любовь к нему почти все как по первой заповеди вот мальчики мальчики послушайте кто знает первую заповедь кто знает первую заповедь ну-ка вставай расскажи ты знаешь Эрнест первую заповедь ну-ка расскажи громко Бога как самого себя нет это это ближнего как самого себя вот 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 первую заповедь братья и сестры мы все должны знать это возлюби Бога твоего всем сердцем всею душою всем разумением всеми силами вот что значит возлюбить Бога вот дал ему усердие к этому и вдохновил его так что Езекия был человеком верным я вот читаю про него и думаю а я я вообще человек верный или нет в новом завете тоже о верных хорошо сказано помните Иисус говорил притчу когда рассказывал на одной на одном собрании и в проповеди свое он употребил такую иллюстрацию рабы таланты и потом он призывает рабов как царь как господин и говорит ты верный раб войди в радость господина твоего вот верный раб он же чтобы принести господину прибыль он же старался изо всех сил а там был один неверный вот вот это вот о верности мы встречаем мне нравится еще такой не очень известный христианин но очень добрый и красивый жизнью своей это Гай третье послание Иоанна апостол Иоанн пишет Гаю ты как верный поступаешь делая для братьев и для странников вот Гай что делал для братьев что делал для гостей которые к нему приходили вот он что-то такое делал Иоанн говорит ты как верный поступаешь вот никто так не относился а вот Гай он был человек верный а еще Павел пишет о своем сотруднике Тихик он его называет ты верный служитель верный служитель вот служителей было много а Тихик он был как служитель верный значит он дело которое он делал он от него не отказывался это верный и вот Езекия сказал господи я ходил перед тобой верно бог знал об этом хотя Езекия когда молился говорит господи вспомни как будто бог что-то забыл вот нам иногда кажется что бог что-то забывает бог же ничего не забывает вот братья и сестры я хочу чтобы мы из этого вот качества верного верности отметили для себя если что-то нам нашей верности не достает чтобы мы были людьми верными это значит не оставлять бога как многие оставили а Езекия не оставил и он потом на этом пути верности как он старался делать для господа так что богу приятно стало вот второе он сказал что я ходил с преданным тебе сердцем что такое преданное сердце это сердце также которое однажды было отдано богу вот чтобы быть верующим человеком братья и сестры и все вот кто у нас может быть слушатели чтобы быть верующим и верным человеком и чтобы вами вас благословлял и вами дорожил господь надо господу сердце свое предать то есть сердце свое отдать ему сын мой в притчах написано сердце свое отдай мне говорит бог я посмотрел вот кто был людьми с преданными сердцем иосафат он был благочестивый царь однажды он с сахавом там договорился на войну пошли чуть не не убили его а пророк пришел говорит ты чего пошел помогать нечестивому хоть он и родственник твой а ты пошел ему помогать иосафат но за то что ты расположил сердце свое взыскать господа я не отниму от тебя благословений так иосафат был вот преданное сердце он расположил сердце свое от нас зависит к чему мы сердце свое располагаем направляем вот еще про ездру написано ездра расположил свое сердце изучать слово божье закон божий потом исполнять его сначала все было связано с ним а потом учить других и вот это отмечено ездра это единственное о ком так сказано он сам изучал потом исполнял его а потом учил а потом делился и наставлял других вот 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 почему так потому что сердце он предал он сердце расположил еще потом человеке сказано в библии что он это даниил он расположил сердце свое достигнуть разумения это значит понять бога понять насколько это возможно еще уразуметь волю божью и он себя считал смиренным человеком он старался быть смиренным даниил и поэтому бог тоже слышал его молитвы вот вот это второе что езекия богу сказал я ходил с преданным тебе сердцем это значит он сердце свое не отвернул от бога братья и сестры бывает же в нашей жизни что мы отвращаемся от путей господних или от заповедей божьих бывает иногда мы рассуждаем ну это теория а вот практика другая от чего она бывает другая а потому что сердце предано другому сердце прилепилось к другому и поэтому все делится на практику и теорию а вот в жизни езекии было не так и третье на что я хотел обратить внимание езекия делал угодное в очах господних мне еще привлекло внимание знаете я думаю отец езекии ну настоящий отец вот это Ахаз вот он так жил он же знал что у него дети есть знал и какое ужасное наследство он готовил своим потомкам он все божье сокрушил все что только можно было как будто не думал ни о чем вот иногда человек вот так живет и не думает а после меня знаете в народе говорят хоть трава не расти вот мы должны так к жизни относиться чтобы те которые после нас дети наши внуки наши чтобы они могли посмотреть на нашу историю жизни и взять для себя такое что могло бы их вдохновить и увлечь как Езекия стал верующим удивляюсь но я думаю я допускаю вот здесь написано что мать у Езекии была ави дочь Захарии вот у него мать была такая благочестивая и она сумела сердце сына своего Езекии защитить от этого нечестия вот иногда бывают дети растут в семьях половина верующие родители половина неверующие какая ответственность на благочестивых родителях чтобы в сердце детей засевать словом божьим и добрым богобоязненным примером жизни вот и вот третье что Езекия он усердствовал написано делал угодное в очах Господних как Давид я только коротко скажу о том что Езекия он стал исправлять все то что натворил его отец он открыл двери дома Господня он собрал левитов священников и сказал эти знаменательные слова мы часто их слышим может быть он сказал дети мои не будьте небрежны у вас избрал Господь предстоять лицо его и быть у него служителями и Езекия изо всех сил постарался для того чтобы дом божий открыть служение в доме божьем восстановить он переживал о доме господнем и он еще сделал что он пасху отпраздновал а про эту пасху уже давно забыли последняя пасха была во времена Давида это сотни лет а вот Езекия он восстановил не только служение восстановил а он пасху совершил и еще он вот 29 глава книга про Липоменон там написано он объявил народу есть у меня на сердце заключить завет с Господом он же понимал что вся предыдущая жизнь она была жизнью отвращения и удаления от Бога он обновил завет и это Богу так понравилось и когда Езекия рассказал про то как он живет что он ходил пред Богом верно и сердце было предано и делал угодное в очах Господних и Господь планы о нем сразу поменял вот ну почему так я не знаю это Бог так делает но он ему сказал дни жизни твоей продлятся братья и сестры мы сейчас посмотрели на то как Бог смотря на сердце верующего человека находит в нем то доброе к чему располагает Господь свое сердце я хочу чтобы вот и я и вы в жизни своей проверили и пересмотрели мы как верующие пред Господом как ходим может он про нас сказать ты верный в малом вот бывает верный в малом верный потом сердце к чему ты расположил предал чему сердце твое предано слову Божьему предано служению предано любить народ Божий предано добрые дела творить предано мы созданы для этого чему мы сердце свое предаем или мы не думаем о том к чему какие какие у нас достоинства ценности и делать угодное в очах Божьих есть одно еще что Езекия при всем этом хорошем как говорят допустил одну кляксу вот когда он помолился Бог ему продлил жизнь об этом узнали цари которые жили вокруг и даже с Вавилона пришли посланники поздравлять Езекию и написано Езекия от этого возгордился вот вот при всей праведности гордость она вот как змея заползает иногда заползает в сердце и человек начинает про себя думать вот и потом это Бога омрачило но Езекия это вовремя увидел и написано смирился Бог там Езекии сказал что будут потом наказания но от того что Езекия смирился он говорит потом будет наказание не в твое время и все же Езекия был человек не ангел он способен был согрешать но он способен был вовремя останавливаться раскаиваться и сердце Господа опять к нему располагалось братья и сестры помоги нам Господь чтобы мы в жизни своей старались ходить верно с преданным сердцем и делать угодное в очах его аминь давайте помолимся господи